В коммунистической стране находимся, я думаю, что красный цвет будет в самый раз Ребят, всем привет! В прошлых видео вы написали очень много комментариев, что хотите посмотреть салоны красоты в Китае И сегодня мы со Славой, Слава в качестве оператора будет Ребята, всем привет! Поедем, покажем вам салоны красоты Сегодня я буду делать маникюр и педикюр Мы покажем вам цены на услуги Мы покажем вам сравнение качества услуг Потому что в России, вы знаете, я была в России в салонах красоты И знаю, как там выполняются услуги То есть покажем все в сравнении И еще, ребята, я не отношу себя к числу модницы Поэтому прошу вас, не судите строго и не пишите злобные комментарии Почему так происходит? Да потому что я стараюсь больше времени уделять семье, уделять своим детям И бывают такие ситуации, что я просто даже иду покупать себе платье И выхожу из магазина, купив мужу 3-4 футболки И детям пару платьев А себе в итоге... Ну, в лучшем случае я себе куплю одно платье Но в худшем случае я вообще себе ничего не куплю Поэтому не судите строго Сейчас мы стоим напротив салона красоты Одного из примерно 10 салонов красоты Которые мы объехали, прежде чем найти то, что нам нужно Я вам сейчас скажу, что не устроило нас в этих салонах Прежде всего не устроило то, что они не обрабатывают инструмент Так как мы привыкли это видеть в России То есть в России я всегда привыкла, что даже домашний салон красоты Имеет в своем арсенале стерилизатор Где стерилизуются и пилки, и щипчики Все-все-все, весь инструмент Но здесь и также в других примерно десяток салонов мы заехали Максимум, что нам предложили, это побрызгать Видимо, каким-то дезинфицирующим средством На щипчики, которым будут срезать кутикулу Вот так выглядит салон красоты А сейчас, ребята, мы поедем в тот салон красоты, который мы выбрали Где действительно весь инструмент проходит обработку У них хороший стерилизатор И мы видели, что при нас они достают инструмент оттуда Понятие салон красоты в Китае сильно отличается от понятия салон красоты в России Когда в России вы приходите в салон красоты Чаще всего там предоставляют весь спектр услуг То есть и стрижка, и покраска, и уход за ногтями, и уход за ногами, и депиляция И много-много-много прочих услуг, и косметолог В Китае же все эти услуги, они разделены То есть в одном месте находится парикмахерская В другом месте находится ногтевой сервис И так далее, и так далее Салоны красоты располагаются обычно вот так, на улице, первой линии И есть салоны красоты, которые расположены в торговых центрах Сейчас мы едем в салон красоты, который расположен в торговом центре И именно такой салон мы покажем вам Ребята, вот он сам торговый центр, в котором мы сегодня покажем вам салон красоты Называется он Даши Плазар Расположен он в районе Даши Это там, где мы проживаем Салон красоты находится на втором этаже В каждом торговом центре полно вот таких вот отделов с косметикой Там можно прилечь Стоит кресло, можно прилечь И она разные косметические там услуги себе сделает Как пробник какой-то или как это сказать Различные кремы, маски, тоники нанесет То есть это нормально в Китае То, что ты приходишь, ложишься, люди ходят за покупками своими Здесь есть торговый центр, продуктовый торговый центр есть Ты лежишь, тебе маски делают Вот, это нормально считается Да, вокруг ходят люди Да, и здесь их таких много Вон там, там получается Вон тоже там делают такие масочки Там, так, давай, нам куда? Ребят, ну не надо нам писать комментарии, попробовать это попробовать мы не будем Такое точно нет Есть другое Ну там маски тоже и так далее Но это более как-то по-другому будет Собственно, вот он салон красоты, с которым мы приехали Здесь делают разные услуги, но об этом мы расскажем позже Вот у них как-то свои услуги У нас уже вот эта девочка знает Катю знает, она уже и сделала Она разговаривает по-английски, кстати, что мне очень понравилось Ну давай, рассказывай И вот у них стерилизатор сам находится Собственно, увидев который, мы здесь и остановились Остановились на этом выборе, да? Да, то есть на этом салоне мы остановились, увидев этот стерилизатор Педикюр делается у них вот так То есть ты садишься на кресло Оно садится вот здесь на маленький пуфик Ага, здесь у них такие раковины, да? Да И маникюр, все это будет делаться одновременно Маникюр и педикюр, что ли? Да, это все делается одновременно У нас хозяйка снимает Так, что тут еще? Давай небольшой обзор сделаем данного заведения Сказать, что здесь совершенно чисто, я не сказал бы, да? Нормально, прилично, да? Приборы все обрабатываются, все чистенько, да? Покажи образцы, которые там... Ну, покажи маникюр, как там делается Ну, то есть вот все люди, которые приходят на маникюр Они садятся в кресло такое удобное Мастер сидит там, ставятся две лампы То есть каждую руку в отдельную лампу Лампы не отключаются, так как у нас в России Они работают непрерывно, пока мастер делает маникюр Это основное отличие маникюра в Китае от маникюра в России То, что я заметила сразу на первый взгляд А это что такое? Ты знаешь, Слав, я не знаю Тут у них много разных приборов Они делают еще фотоэпиляцию То есть вот этот прибор у них для фотоэпиляции А где они делают? Вот это место, оно закрывается ширмой Здесь делают... Ну, вот он этот прибор, который фотоэпиляцию, да? Да, и этим же прибором они что-то делают на лице Как-то разглаживают кожу А что такое фотоэпиляция? Скажи, может кто-то не знает Я думаю, что тот, кто не знает Погуглите в интернете и найдете, что такое фотоэпиляция Я не буду вникать в это более подробно Слушай, ну такие спартанские условия, мне кажется У нас как-то это отдельный кабинет какой-то выделяется, да? А здесь просто ширмочкой закрылся и делаешь, да? Не всегда отдельный кабинет, очень часто у нас приходишь там Мастер педикюра делает эпиляцию То есть одна девочка маникюр-педикюр и эпиляцию делает Такое у нас часто в России тоже бывает А как ты пришла, как ты делала? Просто пришла и сказала, мне по-английски сказала или как? Или по-русски? Да, во-первых, я не могла выразиться долго с китаянками Достаточно сложно изъясняться Я показала просто, что мне нужен френч Френч сказала? Картинку? А, картинку Нет, я показала именно картинку Что такое френч, они не понимают Я показала картинку, она окей-окей, и все Сделала она достаточно аккуратно, собственно, поэтому я и вернулась в это место Она делала, да, получилось? Да, вот она делает Сейчас она мне дает выбрать цвет Вообще, как образцы представлены? Как в сравнении с Россией? Да так же приблизительно Ничего особо такого Либо дают такую ромашку, да, с палитрой А это разные, вот она показывает дизайны, которые она делает А, это уже педикюр получается, да? А вот посмотри, какой он интересный А, осень Хвастается, хвастается Ребят, сколько раз я делала педикюр в России Обычно это хорошо обработанная ванночка То есть они ее обрабатывают разными чистящими, моющими средствами Дезинфицирующими и так далее В Китае чаще всего используют пальтилен или какие-то одноразовые такие вещи Кстати, в этом салоне еще делают татуировки временные Ребят, смотрите, во всех салонах приносят всегда водичку Твое здоровье? Не важно, салон массажа это или салон маникюра или это парикмахерская Везде всегда подают стакан воды Она достала свои инструменты стерилизатора Еще дополнительно обрабатывает его дезинфицирующей жидкостью Все инструменты, которыми в России делают маникюр, педикюр В основном их поставляют с Китая Но вот что меня удивило То, что в Китае в салонах маникюра В основном везде делают обрезной маникюр Может быть, где-то в каких-то салонах делают аппаратный маникюр, как в России Но я не видела В тех салонах китайских, в которых я была, везде делают обрезной маникюр И наша мастерица, они делают аппаратный маникюр и делают лак под кутикулу Здесь они делают обрезной маникюр и лак делают, не доходя до кутикулы Что лично для меня кажется не очень красивым Ребята, я не говорю на китайском, но в принципе, даже когда маникюр, педикюр делают китаянка Вполне можно понять, что она от вас хочет То есть она, например, хочет, чтобы вы погрузили ногу в тазик Если вы сами не понимаете, она сама возьмет вашу ногу и опустит таз Ну, собственно, ничего такого сложного я не вижу Ребята, я вам сейчас объясню, почему так заморочились на поиске салона красоты Очень много мастеров приезжает с Украины, с России Те люди, которые занимаются здесь именно этим То есть они работают в основном на русское сообщество Во-первых, это дороже, чем в китайском салоне красоты Это значительно дороже Во-вторых, все мастера, они не могут находиться в том районе, где вы проживаете То есть в любом случае это надо будет куда-то добираться А на проезд в Гуанчжоу можно потратить час-два У меня именно так и получалось Я час тратила на проезд в одну сторону, час в другую сторону Плюс предварительно необходимо записаться А не пойти тогда, когда у тебя освободилось свободное время В общем, на маникюр или на педикюр, как правило, уходил целый день Собственно, чего я себе не могла позволить И поэтому мы начали искать среди китайских салонов хороший салон красоты Вот, ребята, она все делает щипчиками Поэтому для меня очень важно было, чтобы эти щипчики были хорошо обработаны Потому что я не камикадзе, я очень боюсь гепатита, спида и прочих болезней Вот этот? Вот такой Вот этот? Вот этот? Вот этот? Не коммунистический цвет Такой точно нет Вот в коммунистической стране находимся Я думаю, что красный цвет будет в самый раз Сам процесс маникюра мы сильно не снимали Маникюр и педикюр Потому что он практически не отличается от того, как это делается в России То, что конкретно отличается, это вот то, что делают неаппаратно Мы об этом упомянули Ну вот, мы уже почти заканчиваем Ребята, интересная особенность Вот когда я села только на маникюр Она мне сказала, ты хочешь изменить полностью цвет? Я сказала, да Показала ей, что у меня на одном ногте вообще слез полностью гель-лак Но она предложила ремонт То есть, давай, говорит, я тебе поремонтирую один ноготь Ей показалось, что все ногти уже достаточно отросли Она говорит, давай вот то, что отросшее, я тебе типа закрашу У нас в России вообще не делают так То есть, у нас всегда, когда приходишь на маникюр Полностью меняет цвет Полностью красит ноготь И обычно в другой цвет Но женщины не ходят по 2-3 раза с одним и тем же маникюром Ну и здесь, видимо, в Китае такое есть Что просто приходишь, они тебе делают ремонт этих ногтей И все Ребята, еще после маникюра они делают вот какую-то вот такую процедуру Я не знаю, что это такое Кто знает, напишите мне в комментарии Такое чувство, что какие-то пузыречки Какое-то пощипывание или покалывание на пальце О, смотри А там какие-то как разводы остаются Может смывают что-то Пальцы Я не знаю, в общем, кто знает, напишите нам, что это такое Я первый раз такое делал в России, мне не раз так не делали Еще такое полотенце, когда приносят Мокрое Мокрое специальное, да? Как специальная процедура у них, да, это все выглядит Да То есть они в прошлый раз так же делают Ну вот, мы закончили Женский маникюр стоит 120 юаней Медикюр 150 юаней Также можно сделать мужской Мужчинам Мужской маникюр 35 юаней Медикюр 50 юаней Ага, отлично А другой прайс? Тату они обещали? Другие мусульки Или что там еще женщины делают обычно? Фотоэпиляция Фотоэпиляция давай спросим, сколько стоит? 1400 стоит здесь для колена сделать ногу Ну ладно, не надо эти вещи пока Ноги 1200 ноги, да? 1400 ноги 1400, вау Девочки, вы посмотрите, какой тут выбор разных лаков Целая куча Я вообще ничего в них не понимаю Но кто разбирается в этом Я думаю, вы оцените Их реально очень, очень много И показаны разные дизайны Короче, можно выбрать все, что хотите На любой вкус Бай-бай Бай-бай Сбудоражили мы всех их, да, тут? Ну все, ты довольна? Как тебе в сравнении-то? В итоге-то? Нормально Хорошо Да, мне нравится Ты довольна своим салоном, который находится неподалеку от дома, да? Да, недорого И все хорошо делают Я думаю, что если будут вопросы, ребята, задавайте в комментариях Пишите вопросы свои Ответим, да? Всем спасибо за просмотр И еще, ребята, мы сегодня потратили свой рабочий день Чтобы съездить сюда Снять этот видеосюжет И поэтому я очень прошу вас Ставьте лайки Подпишитесь обязательно на канал Впереди еще очень много интересных видео Пока-пока Пока Ребят, еще для сравнения вам информация Русские мастера в Гуанчжоу Берут за маникюр около 200 юаней За педикюр около 300 В сумме я делала маникюр-педикюр 500 юаней Здесь 120 плюс 150 То есть всего 270 Почти два раза дешевле Поэтому я думаю, разница существенная Но это вот на заднем фоне Это вообще ужас Они всю картинку портят